приветствую всех на улице онлайн каждый 5200 обзор основных фьючерсных рынков и проецирование возможных сценариев торговых уровни поддержки сопротивления это все на базе объемного анализа с вами Мишлемах начнем и так по экономическому календарю на следующей неделе у нас будет достаточно спокойная неделька особых сверх отчетов по каким-то странам не предвидится помимо публикации протоколов фонс опять же публикации протоколов не процентная ставка средний уровень зарплаты во вторник по британии и число первичных заявок на получение пособий по безработице это будет в четверг 14 октября помимо этого у нас идет неделя первая неделя отчетов банковского сектора и я уже говорил что это достаточно важный и индикативный такой возможный даже триггер или изменение тренда в общем среда 13 октября ставьте себе напоминание начинается джи пи морган black rock first republic банк ферси значит из них самый капитализированный джи пи морган соответственно будет дома сейчас скажу до открытия рынка в четверг 14 октября united health страховая банков америка волос фарга морган сэнли сити группы united states банк в общем четверг такой плотенький и все если не ошибаюсь до открытия рынка да 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 и пятница голлбансакс пенсии файнэншел и трасс файнэншел корт ну в общем всегда четверг потенциально волатильность может быть спокойно и эти два дня будут ждать на следующей неделе все участники рынка это по экономическому календарю теперь по рынкам давайте сейчас начнем по сельки пройдемся итак неделька у нас получается это вы сейчас видите январь ски и поставки сеть сель селать и крутой л обратите внимание на дисбаланс по дельте здесь немного объема сейчас то есть эта поставка в январе январь здесь ликвидность потихонечку с каждой неделе набирает обороты это уровне линии с текущего контракта поэтому на них не обращайте внимание здесь только нужно посмотреть на уже увеличение в оборота до в объеме значит открытому интересу сейчас рост открытых позиций и по дельте на прошлой неделе из пяти дней три на покупку дисбаланс первая неделя вообще было 4 из 5 на этой неделе три из пяти и причем вот 19 тысяч контрактов это процентный перевес я скажу насколько это 19 не 7 с половиной процентов под этим да вот то есть здесь два прошлый день 33 и как вы видите 7 процентов это ну очень уверенно очень верен то есть это было вчера давайте вернемся на текущий контракт пока еще здесь самый ликвидный у нас имеется ноябре поставочки ну третья неделя уже все следующее будет на фиксацию это сто процентов а вот поэтому ориентироваться на следующей неделе по этому контракту будет не целесообразным фиксируется уже на этой дельта соответственно здесь совсем абсолютно другая и шесть с половиной было в среду сегодня еще фиксация это нормально это ожидаемо но даже здесь четверг был на покупку обратите внимание 5 300 там на я инвайском контракте было 7 с половиной что же у нас следующий контракт декабрьский то есть еще двадцать первого года тоже четверг был три с половиной тысячи дисбаланс то есть три месяца покупка четверг и вот эти уровни рекомендую взять на заметку значит по ноябрьскому контракту давайте сейчас отметим ядро 77 с половиной ну само собой 78 35 и по дельте получается у нас распределение тут баланса само ядро она в принципе вот сформироваться уровень поддержки это как раз вот четверг то что он будет соли вот четверг промазал значит 78 и по 78 с половиной чуть выше вот этого ядра мы сейчас возвращаем обратно смещен немножко этот уровень поддержки и если объединить вместе с вторником среду и пятницу вот взять эти уровни где были покупки в этом диапазоне то здесь в принципе просматриваться в этот коридор к 78 и 70 и по 78 с копейками тут плотненько идут байры возвращаем брат на дельту вот этот коридор байры также байеров очень много было на хаяк недели то есть вот пробила даже пятница хай и там даже были кита байра на 80 отметки кто там упал не понятно но имеются такие активисты в общем четверг также протестили сбросили всех байеров которые были с понедельника по среду по стопорям то есть сходили как раз вот этой платформе которая была у нас на той неделе здесь как раз все уровень поддержки которая был отмечен выдержал все эти нагрузки то есть понедельник с него ушел и протестили в четверг так на всякий случай соответственно берите во внимание особенно вот уровень 77 и 6 по 78 это уровень поддержки текущей недели это еще раз подчеркнуть те кто недавно начали смотреть волосит онлайн здесь нет вы не услышите от меня каких-то прогнозов или же таргетов я совсем не так торгую я рассчитываю сценарии при покупках и при продажах мне абсолютно все равно будет рынок идти на шорт или рынок будет идти на бай спекуляция это просто разница между двумя ценами начало сделки и ее завершение все куда будет идти рынок мне как-то не очень важно вот именно чтобы была хорошая разница это намного важнее причем не важно спекулянт вы скальпер либо же там неделю держите позицию это без разницы то есть я рассчитываю сценарии в обе стороны и даже еще третий вариант сценария при котором я не торгую то есть специально вот что будет происходить на рынке при при этой ситуации точно не лезу никак в позиции соответственно я отмечаю уровни поддержки сопротивления излагаю некоторые мысли по тому что вижу и анализирую и ожидаем вы в любом случае делайте выводы и принимать решение самостоятельно только самостоятельно никогда не меня не слушайте никого то всегда думайте сами и сами принимать решение только вы должны быть как бы строителем своей жизни да вот и своей судьбы как бы владельцем старайтесь думать своей головой всегда и так это была нефть в целом 80 долларов за бочку бывало и побольше но близится как бы зима тут принципе могут могут еще спокойно про про протолкать наверх и мы можем еще и 85 увидеть целом как бы ситуация не страшная но вполне вполне реально мой декабрьский контракт тоже бить и четверг на три с половиной тонны кто-то купил и дельта здесь за бездень такая вот достаточно замечательно в общем 78 77 плюс-минус есть потенциально у нас варианты на то что это будет уровень поддержки двигаемся дальше у нас еще есть евро значит по ликвидности учитывая выборы в германии в среду спокойно вообще вся неделя 140 130 тонн в среднем чуть-чуть ушли ниже непосредственно предыдущего минимума буквально вот на пару дней зависли ниже 158 без особого ажиотажа никакой особой скачка ликвидности не происходит то есть участникам рынка абсолютно все равно судя по всему на фьючерс их больше уже биткойн и так провалился с семнадцатой и на шестнадцатую вот такой вот у нас импульсивный день имеется и соответственно протестировали 164 и дальше идут на снижение причем спокойно явно продавать здесь уже страшно как бы но и покупать судя по всему не у всех есть желание поэтому висит неделя просто вот боковики то есть продавать уже как бы поздно но и покупать никто особо не хочет то есть вот такой вот токсичный как бы фьючерс и не купишь и не а продавать уже как бы куда вот соответственно под по уровнем как вы видите по итогам недель даже особо не наблюдается какой-то супер там вход продукцов либо же бар есть конечно фиксации причем покупки как бы здесь само собой ожидаемая вот активность на 163 по 161 с половиной то есть шарты из шартов выйти обязательно нужно и соответственно пока не появится со стороны байеров какой-то достаточно увесистый аргумент в лице допустим резкого изменения вектора и как минимум надо пробить из 165 причем на хорошем импульсе примерно таком как они падали ну давайте мы сейчас для примера хотя бы вот такого класса 200 тиков как минимум с учетом что тут шкала в пять раз шара а вот то есть тогда уже можно будет рассматривать этот силу картину фьючерс на рост пока что нейтральная ситуация я бы не рекомендовал сейчас не 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 в покупку заходи здесь не в продажу потому что чисто спекулятивно какие там небольшие краткосрочные внутридневные на полчасика сделочки но вот средний срок там какой-нибудь ближайшие пару недель пока на паузе то есть пока байеров нету продавать уже как бы поздновато как у меня хотя все относительно и касаемо поздновато тоже это может быть относительно не нельзя так говорить мы не знаем где будет может на единицу упадет просто и это будет еще классная точка ухода на шорт и так bdc как я и говорил кто любит проверять что говорят аналитики говорят разные трейдеры отмотайте даже можно сказать начало лета что осенью будет в одном будет возвращаться популярность и интерес к крипте вернуться из отпусков гики фанатики в те кто за вот эту валюту те кто за анонимность за децентрализацию и соответственно вернуться менеджеры средств массовой информации который будет опять же бить по кнопочкам и размещать разную ерунду в социальных сетях на сайтах и новостных лентах про вот эту вот крипту то есть я не знаю какие как создаются новости про крипту потому что с ним в целом ничего не происходит если так в принципе подумать в дата центрах происходит просто какой-то шум компьютеров кто-то что-то заявил кто-то что-то не заявил настолько выдумываются хоть какие-то события вокруг этой валюты что прям ну если подпад посмотреть почитать о чем вообще пишут хочется улыбнуться от этого в безумие в общем тут вокруг финансовых рынков особо не придумаешь никакую там легенду либо же выдуманную историю для того чтобы это все раздувать в соц сетях и лентах а тут вообще как бы такой достаточно закрытый мир неизвестно никому этот бенчмарк эти крипты в майнинг и так далее то есть это все как бы за семью замками но не суть в общем бите си уже 56 отметку потестил в принципе были предпосылки я говорил что есть затарки на покупку небольшие но имеются и вот теперь мы смотрим с вами с прошлой недели вот с 29 0 9 то есть сентября целом начали сбрасывать только 6 вот 111 контрактов на битке только вот здесь зафиксились либо здесь вот на 52 в любом случае сразу же на следующий день идет покупка по дельте без каких-либо проблем то есть фиксируют позиции на фондовом рынке то есть уже трамп от от был свой срок как бы управление обещала рост он так и продолжался печатали деньги сейчас вот байден то же самое про ли политика в принципе без изменений процентной ставки на низком уровне плюс вот эта вся программа смягчения еще идет фондовый рынок на рост ну и соответственно желающих зафиксировать свою как бы свои проценты уже у кого-то раньше начинает желание как бы зафиксить появляться кого-то позже но в любом случае потом на заработанные как бы с фондового рынка в любом случае какую-то часть будут скидывать в крипту на всякий случай особенно те кто у получилось там пару лет хорошо поддержать фондовый почувствует себя абсолютно властелином вселенной и знающим куда двигается тенденции тренды на финансовых рынках в любом случае в крипту вкинуть на всякий случай просто чтобы не быть не обочие и так из увиденного вы видите что стартовый день был как раз 3 октября из этого диапазона вытолкнули 339 контрактами дисбаланса по ликвидности давайте посмотрим обороты на вторник и среда были под девяточку 72 и девяточка то есть ударная 9000 у не хватает тут 8 8 9000 хватает чтобы растолкать корректировку из диапазона и поддержка 47 и 7 48 и 7 то есть вот это вот диапазон и что еще хочу отметить для вас если вы торгуете крипто это то что три дня к ряду вот на хаях видите бояры отличились именно в диапазоне 55 вот здесь плотный плотный диапазон отметились бояры и два дня даже два с половиной котировка на хая стоит и даже не думает падать то есть видите цена подошла к минимуму 8 числа но не по то есть достаточно хороший динамичный рост но никакой коррекции мы пока не видим это говорит о том что бояры там есть хоть они там аккуратненько работают но как сценарий вполне вполне вероятность высокая что будет какой-то коррекционный момент до вторника среды и потом уже раскачка на покупку вот возможно ну то что будет динамика на следующей неделе то сто процентов биток отчеты финансовых аферистов всю неделю поэтому раскачивают рынок и валютный рынок точно будет шататься и 47 7 48 и 7 как поддержка плюс 57 и 53 нуля просто ровная цифра хотя бы и ради этого к кучу лимитов может стоять на этом уровне уже в понедельник числа на болиме такая крипта вообще дальше двигаемся по золоту золото близится новый год близится рождество близится черная пятница а это все отличная инъекция потребителей в экономику я уже неоднократно повторял на всех случаев новым зрителям напомню что перед черной пятницей перед рождеством люди очень много денег тратят не только у нас но и за рубежом особенно в америке этот процесс у них прям к культ потребление траты кредиты траты в кредит в долг и под проценты и соответственно кредитной карточки это все придумали именно эти ребята ну и англичане которые всех как бы это дело подсадили так и соответственно кучу компаний зарабатывает уже ожидаемая прибыль за счет организации вот этого интересного праздника наблюдаю каждый год недельку-две стабильного роста перед черной пятницей плюс в разные волмарты электроники продуктов там свящей просто распродаю делать большие скидки большие доходы идут как раз вот за счет того что идет массовая скупка разного потребительского барахла которого они предоставят сколько необходимо и соответственно покупают акции те кто уже в теме и знают что это просто даже в кризис когда был 2008 год все равно перед рождеством рынок рос и это как бы фундаментально объяснимо поэтому можете бонусы не пропустить и заработать на этом себе на новый год и своей семье отличный подарок под елочку дядя миша вам напомнил вы не забудьте обязательно этим воспользоваться и так золото явно начнется минимум хотя бы спрос потребительский но он имеет небольшой процент влияние на стоимость собственно и спрос этого драгметалла очень много где промышленности используются по ситуации давать по ликвидности посмотрим значит 162 и пятница вот начали выталкивать не супер их объем то есть мы видим видели с вами 240 тонн и 200 и даже вот 280 было в ту зловещую как бы сессию пятницы или до пятницы в августе здесь был крайне узкий коридор то есть золото настолько сейчас не интересно участникам рынка то есть чему чем поинтересоваться что она просто 1750 1767 заняла как бы уже стоит порядка месяца то есть периодически на день выходит из коридора сегодня пошел якобы псевдо ложный пробой потому что ликвидности не совсем пожалели совсем очень пожалели и цена как видите вернулась обратно в коридор недели обратите внимание уже шесть дней или семь просто ядро дня находится на одном там же диапазоне просто делка это массовое вот от торможение золото держит в коридоре и по открытому интересу сейчас посмотрим радио интереса ну какой-то сильный приток даже отток позиции нет особо большого интереса у данного 4 контракта значит могли сбросить опять же потестить вот этот уровень который тоже на сопротивление протестить перед шортом уйти на шорт могут но стоимость добычи вообще добычу цену троицкая унция изложена также и стоимость добычи как бы этого руды обработки а если будет больше чем 80 долларов за бочку нефти соответственно еще дороже будет добывать золото и стоимость просто сама по себе фундаментально вырастет по золотишку поэтому пока будьте осторожны но в целом вот это вот очень как бы коварный пробой тут как бы неосновательное движение так по рублю давайте еще добавим по рублю и буду заканчивать опять же фондовый рынок на и сын пиев чем ближе к рождеству тем вероятнее будет идти хоть небольшой нарост открытый интерес сейчас получается у нас вот такого пик пиковый уровень то есть мы пришли на 73 пик 8 10 ликвидность идет спокойно то есть 2 и 8 там четыре или пять не наблюдается то есть два два с половиной идем причем снижение идет ударная динамика пришлась на четверг как видите что что стоит рынок на месте два дня в одинаковом диапазоне здесь 22 здесь 21 волатильность здесь 42 два раза больше ултин а ликвидность такая же то есть это вот движение явно манипулятивная то есть она не раскачана именно большим ажиотажем возьмите на заметку и по дельте тоже дельта очень слабо идет 3 дня 17 тонн еле-еле то есть она такая как будто раздутая как бы а вот байровку было она что 28 тонн 178 здесь по 2 по 150 дня то есть из 5 дней 4 на шорт но дельта очень нейтральная такая как бы на грани то есть такое ощущение что в эту котировку ведут вслепую как бы искусственно то есть нет не вкачивается большой объем в кэше поэтому как такой амортизационный вариант могут обратно вернуться на 73 674 если же не пойдет ниже выше как бы нефть то вполне можно такое наблюдать сейчас посмотрим по спотиусу да мы смотри 4 дня продавить пытались байры толкнули в 5 числа тут было у нас сколько 291 тонн это 72 и 7 по 72 45 здесь очень плотный коридор шартов вот видите 400 даже чуть выше 72 75 давайте округлим это по 72 65 эти 10 копеек это очень приличный уровень сопротивления вот ну и 200 тонны 291 это было у нас получается вторник понедельник вторник целеры четверг целера пятница ну фиксация явно будет кстати поэтому здесь как бы по ликвидности надо посмотреть да здесь немножко подросла ликвидности ну не критичная и не гипер аномальная мы видали побольше ликвидности на томике с учетом того что сейчас идет лучи и в то есть там участников очень много на рынке и сюда тоже какие-то зайдут а вот обратить внимание на диапазон 72 85 73 85 все на байрах и только вот здесь вот у нас идут целера то есть вполне может быть чисто долгосрочно могут вынести байрам стопори потом уже пойдет в среди связи с инфляцией 75 76 направления но в целом если здесь пятница осталась и понедельник там же остается на 71 можем еще упыть пойти ниже если же понедельник как будто с него сняли как бы повязку такой где за ее на 72 да не может быть возвращаемся на 73 и сразу же за день вернуться обратно в 73 72 с половиной соответственно мы явно можем наблюдать сейчас модель снятия с топорей в противном случае если вы держите держите шорт еще вот возврата 72 65 тут индикатор в дабы лупи проходит еще терпимо то есть еще допустимо но ликвидность уже ажиотаж поднялся немножко как вы видите по индексу ртс опять же индекс ртс сейчас будет корректироваться возможно потому что я сейчас хотел вот вам продемонстрировать ситуацию вот индекс ртс в комментариях писали провести обзор тоже индекс ртс динамика вместе с газпромом это фишерсный контракт и фишерсный контракт немножко опережает как бы по индексу ртс но ему еще на сбербанк нужно ориентироваться у него там свои какие-то динамики и здесь произошла такая вот реверсивная как бы ну разворотная ситуация по газпрому с учетом того что дешевет как бы газ и а индекс ртс дальше идет на сервис вполне может быть корректировочка данных и здесь как бы по и собрать открытый интерес все пришлось нам в эту сессию 5 октября даже можно сказать еще частичка 6 то здесь надо было открытие позиции были покупки этот уровень пока еще не пробили то есть вы тестировали вот этот диапазон 178 180 и соответственно из последних это вот открытие позиции 7 числа после уже ну вот после 16 00 вот этот весь массив тоже было открытие позиции но 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 не спешите радоваться здесь как бы уже закрыли эти все сделки то есть все что вы там открывали уже вышли и вполне может быть что этот маневр как раз и фиксация стополей то есть фиксация покупок вот эти вот крупных которые были за вышли и вполне могут уйти ниже поэтому осторожнее то есть если в принципе не пробьют 184 в понедельник и будут уверенности ввести она выше соответственно можем пойти на сер но в целом вы видели с газпромом газпром уже рухнул достаточно ну по сути вернулся на уровень 4 октября а индекс ртс еще даже не собирается дойти то есть вполне может быть что корректировочка в данных и мы можем увидеть спокойно хотя бы корректирующую до видов был и пито есть вполне допустимо сто семьдесят восьмая течение недели в легкую плюс еще активация селеров перед выходными зафиксировали явно вот этот уровень фиксация сто процентов выходит из покупок которые были там на неделе набраны перед выходными на всякий случай зафиксирует волатильность снизилась как вы видите то есть байеры как бы толкать выше уже боятся потому что дельта есть дисбалансы но такой вот динамики как мы раньше наблюдали нет то есть они по сути висели в коридоре две недели поэтому по индексу ртс вполне стоит готовиться к возможному может быть строить сброс топорей потом похода на сто восемьдесят первую в любом случае нужно готово быть ко всем сценариям потом народа но покупать бы я точно здесь не спешил бы плюс еще среда четверг будет раскачка по волатильности на отчетах финансовых аферистов америки да и планеты в целом еще продолжается регистрация на курс cluster и volume spread анализ с вами был миша вам профит на неделе не забывайте писать комментариях свои варианты сценариев рынке которые вы торгуете и возможные мысли по рынку все до свидания до следующей пятницы пока